В спортивном комплексе Олимпия с 1 по 3 декабря проходят всероссийские соревнования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Состязания проводятся ежегодно, более 40 лет подряд и посвящены памяти героя Советского Союза Сергея Михайловича Люлина. По словам организаторов, в этом году турнир самый массовый за всю его историю. 345 спортсменов и 21 регион. Это очень хорошее количество спортсменов и регионов. Значит, наше соревнование пользуется успехом. Нередкие гости на этом турнире – спортсмены из Латвии. Приезжают ежегодно. В советское время аналогичные соревнования проводились в Риге и наши ватутисты частенько туда ездили. Принимают радушно, добро, с широкой всей русской душой, так скажем. Но ездим, потому что соревнования довольно такого крупного уровня. То, чего у нас в Латвии нет, а по странам Балтии ездить тоже сильного уровня нет. А сюда к мировому уровню тянемся. Прыжки на батуте, как и любой другой вид спорта, если заниматься им профессионально, дается нелегко. Падение здесь не всегда случайность, рассказывают участники соревнований. Если подготовка плохая, то и результат подобающий. Главное, как и в любом деле, ставить цель ее добиваться, несмотря ни на что. Мне вначале не нравилось, потому что очень больно тянули. А вот сейчас, я вот даже если устал, я все равно продолжаю. У меня там ноги очень часто болят. Но я все равно продолжаю выступать. Я не сдаюсь просто потому, что у меня болит нога. Ивановскую область в прыжках на батуте представляют 25 спортсменов. Некоторым из них удалось пройти в финал соревнований. И теперь они будут бороться за золото. Благо, перед глазами есть пример. Четыре спортсмена из нашего региона включены в состав сборной России по прыжкам на батуте. Иванская область в том числе один из самых ведущих регионов. Входит в восьмерку сильнейших регионов по прыжкам на батуте. Спортсмены Ивановской области являются победителями, призерами международных и всероссийских соревнований. Такие как первенство России, первенство мира. Среди подающих надежду юных спортсменов Екатерина Кунгурцева и Виталия Носова, первыми успехами которых может гордиться Ивановская федерация прыжков на батуте. Правда, есть не только достижения, но и проблемы. У батутистов нет своего зала для проведения тренировок и массовых соревнований. Любовь Почерникова, Андрей Семеновков, РТВ Иваново.